Выезды на передовые позиции, круглосуточное дежурство и чуть ли не ежедневная охота на ударные российские беспилотники. Мобильные группы зенитчиков подвергают свою жизнь риску не меньше пехотинцев. Но желание прикрыть небо для побратимов от обстрелов противника сильнее, чем личная безопасность. Я по началу войны не понимал, что сюда не можно выбегать и стрелять. Но был такой случай, после чего я понимал, что даже для стрелка-зенитника должна быть какая-то межа. Но мне повезло, что не попало. Эта мобильная группа работает с переносной зенитной установкой «Игла-1». Техника старая, но еще вполне может справиться с реактивными самолетами, вертолетами и российскими крылатыми ракетами. Перед тем, как выйти на позиции, комплекс собирают полностью. Порядка 17 килограммов. Вот такой вес полностью собранной установки, не учитывая, что бойцы, выходя на позиции, пройдя 2, 3, 4, 5, еще несут с тобой боекомплект, плюс обмундирование и все самое необходимое. Переносной зенитно-ракетный комплекс состоит из трех частей. Тубус с ракетой, пусковая установка и наземный источник питания. Тут жидкий азот, который, когда ты вот проколюешь его, сюда выходит своего рода холод, который охлаждает вот эту головку, самонаведение. И потом, когда ты направишь ее на реактивный летак, он ее захватывает. То есть, она ввели, она захватила автоматически? Запищала, так. Загорелся зеленый колор, все пусто. Часто украинские зенитчики работают группами и берут с собой несколько установок. Одна может захватить не ту цель, например, тепловую ловушку, сброшенную самолетом. А вторая уже собьет необходимую цель. Так само на солнце не можно наводиться, потому что он может захватить летак, но перезахватить подальше цель, потому что будет больше тепло в какой-то другой цели. Помимо авиации, у зенитчиков есть свои секреты по поражению других не менее опасных целей. Чаще всего это ударные беспилотники. Эти тайны мы раскрывать не будем. Единственное, что можно сказать в этом случае – это опыт, который приходит с каждым новым днем. Как встануть можно сбить FPV? Какие, возможно, ваши, какие-то… Есть разные модификации, разные навантажения FPV. Нужно, как можно сказать, учитывать скорость. Сколько случаев в вашем жизни были, что вы семерочка, десяточка, что вы так можете відрязнити по звуку? Да, много случаев. Так само, как летит в повітре наш, какие-то по звуку, мы это уже все можем распознать. По звуку приближающегося дрона зенитчики с легкостью распознают не просто наименование БПЛА, но и его модификацию. Отсюда и знают, какую опасность может нести тот или иной беспилотник. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Донецкой области. Для телеканала Freedom.